Всем привет! Сегодняшний Новый год, это 2020, я желаю всем самого наилучшего. Новый год, новый снег, как пустая страница, а на ней человек свой рисует маршрут. Набирайте разбег, а знакомые лица вас проводят в дорогу и на помощь придут. Сквозь мороз и пургу удалось, чтоб пробиться. Был не в тягость, а в пользу опыт пройденных лет, Как на белом снегу, чтоб на новой странице написали вы повесть ваших новых побед. Выбрала я именно это стихотворение, потому как оно характеризует именно сейчас моё настроение. Ну и конечно же, хочу показать вам свою маленькую победу. Это фаленопсис, сидеря джапоника на вандопсис париши-ай, который отлично растёт у меня в системе с просушкой уже больше двух лет. Купила я его весной 2017-го, процвёл он у меня в декабре 2017-го и два года практически набирал, что называется, вот эту красоту. Растение расцвело на два цветоноса и растит две прикорневые детки. И конечно же, я их пока отделить не могу, хоть у них уже есть свои корни. Саму корневую он нарастил очень хорошо и даже сказала бы отлично. Всё это в системе с просушкой. Я начиталась в своё время про это растение и могу сказать точно, что он растёт как ванда. Ему лучше расти без субстрата, он если получает достаточно света и правильные удобрения, а правильные я имею в виду профессиональные удобрения, никакие таблетки, никакие дополнительные оптичные, так скажем, лекарства нам не нужны. Нам нужно правильное удобрение для того, чтобы растение росло здоровым, красивым и вот так расцвело однажды в два цветоноса. Конечно же, стоит сказать о том, что мне повезло с этим растением в том плане, что оно пришло здоровым, а это немаловажный фактор. Вы можете видеть размеры этого цветка сейчас, уже спустя два с половиной года, можно сказать, и растёт оно, поливается оно и, конечно же, получает более чем достаточно освещения. Есть лампы, стояло когда-то оно у меня под лампами, но когда начало растить цветоносы, я его переставила поближе к солнечному свету и даже в пасмурные дни, когда пробивается всё-таки ультрафиолет, я считаю, что нужно держать ближе к окошку. Цветочки, как вы видите, маленькие, миниатюрные, но радует, что их много и не может не радовать тот факт, что, как оказалось, можно услышать аромат этого цветка. Слегка цитрус, слегка какой-то цветочный. Честно сказать, не могу определить, какой именно цветок мне это напоминает. Сейчас я вам показываю корешки у дочерних растений на одной из своих ванн. Я в следующих видео покажу, как я уже отделила вот таких красавиц. Сделала это очень просто и обязательно расскажу, как. Корни, как вы видите, очень хорошие. Растения пышут здоровьем. Меня это, ещё раз повторюсь, радует. Растения поливаются раз в неделю на 36 часов и 5 дней потом остаётся без воды и удобряются через полив. То есть, даже в цветочном вот таком красивом состоянии я поливаю свои растения с удобрением. И ничего не боюсь. От этого не зависит абсолютно ничего. Во всяком случае, в моих условиях. Ну, а сейчас перед вами красавец Саурулия Белина. Насип, которую я купила совсем недавно. Пришла она ко мне в не очень, или, можно сказать, в среднем хорошем состоянии. У неё, как оказалось, внутри очень нехорошие корни. Мне не понравилось то, что очень тёмный её ствол. Опять же, после того, как я её достала из мха, в котором она была, я её определила вот так на блок, на кокосовое волокно. И сверху ещё кокосового волокна накрутила. Вот этой красивой, классной, зелёной, очень упругой и мягкой проволокой. И растение уже начало терять тургор. Я стараюсь его протирать сейчас. Протирать лимонным соком, протирать водичкой. Создать больше влажности в корнях. Ну, и надеяться на то, что оно всё-таки адаптируется поскорее. Я поливаю её буквально до, чтобы вас не обмануть, до вот этой зелёной, самой верхней проволоки. Внутри мне не очень нравится её состояние, но я с этим пока ничего делать не буду. Я оставлю вот так её адаптироваться. Возможно, всё получится и, возможно, она придёт в себя. Кто-то увидит черноту в корнях, кто-то увидит ещё что-то. На самом деле, может это не быть так страшно. Но если я сейчас залезу туда, я знаю, что я только сделаю хуже. Поэтому я оставлю это растение, как говорится, привыкать, адаптироваться. Ну, а потом возьмусь за препараты. Растение было наверняка обработано в теплице. Поэтому сейчас его стрессовать ещё больше я не хочу. И следующее растение – это вот такой красавец. Gold Ring Clone я купила. И вы видите тоже, у него всего лишь один корешок более-менее здоровый. Но состояние этого растения я оцениваю как лучше. Хотя, на самом деле, вначале показалось, что он ещё быстрее уйдёт в Орхарай, чем предыдущее растение. Его я также определила на блок. Поливаю ей свои блоки раз в неделю, замачиванием. И оставляю их на ночь. Я хотела сделать очень подробное видео о поливе практически всех растений. Но, случайно нажав не туда, я удалила всю свою информацию и весь материал, когда над которым работала два дня. Пока не знаю, возьмусь я снова за эту тему или нет. Если вам это интересно, обязательно напишите мне в своих комментариях. Чем больше таких комментариев будет, тем быстрее, наверное, я сделаю этот материал снова. Ну, желаю всем отличных выходных, отличного Нового Года и, конечно же, терпения. Терпения к нашим близким, терпения к нашим растениям. И никогда не забывайте о том, что растениям всё-таки нужен уход, нужен правильный полив. Нужно более чем достаточно солнечного света и ваша любовь. Пока-пока.